приветствую всех любителей вышивки с вами оксана тириза и сегодня у меня видео о посылочки из мира вышивки точнее даже двух первое что хочу показать вам это вот эти замечательные комодик деревянный он из фанеры который мне очень очень нравится сейчас я покажу то есть первое что я была приобрела я вам уже рассказывал эту эпопею когда-то что вот такой комод из фанеры он мне очень понравился по своему функционалу вот видите едут потому что они очень емкие вместительные здесь можно много чего хранить мне это очень понравилось все и здесь закрыто то есть не так как пластиковых комодах все закрыто но я очень жаловалась на него что он плохо собирался что нам приходилось подтачивать а вот муж уже его лаком даже обработал и я мужа вот когда я собиралась взять еще один увидела в мире вышивки комодик и я говорю я хочу 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 еще потому что мне по функционалу очень очень нравится этот я бы еле уговорила громко ты не хочу собирать ее моего не хочу не надо в итоге я его уговорила и вот этот комодик пришел и моей радости не было предела потому что он пришел уже собранным вот этот комод он пришел собранным значит он уже он тоже точно так же из фанера но оксана честно говоря в размерах общения ориентируется я думал что он будет такого же размера как вот тут мой большой но он пришел совершенно другого размера совершенно не умею пользоваться линейка по всей видимости но меня это порадовала что он пришел потому что здесь такие миниатюрные ящички посмотрите да и я уже его во все использую хотя еще не покрыла лаком он собранную что еще надо они вот такие удлиненные здесь ящики тут я храню здесь всякую мелочь и мне нравится то что он абсолютно до закрыты и ничего здесь не торчит потому что я уже переложила в другой комодик и я вам сейчас покажу в какой комодик а вот здесь вот я флешек накидала и одна слишком пузатая оказалась мне флешки гарнитура тоже здесь весь магниты всевозможные вот так что я очень довольна у меня стоит на почке я потом вам как-нибудь во влоге покажу как он у меня стоит на почке как вообще очень функциональный мне все очень нравится найдем все поближе покажу ящичек этот как выглядит покрой обязательно лаком и будет он меня радовать ну и что и следом догонку мне же я для поняла что мне все это очень нравится я заказал еще даже этот не дошел я заказала вот такой комодик то я что же думал что они все будут такие ну побольше разметиком но мне тоже он нравится он ведь он уже он уже чем этот но мне все нравится мне на самом деле понравился что они гораздо меньше были миниатюрные здесь как я видите тоже мелочь всякую храню мне эти коробочки коробчонки сундучочки очень-очень по нраву я довольна я очень довольна эти дискатушечки хранят в общем здесь наперточки всевозможные в общем все мне нравится нравится то что именно дерево ну и кстати моему мужу нравится дерево я вам показала что мне муж делал деревянные органайзеры тоже там всевозможные шкатулки я люблю люблю мне нравится что это все закрыто вот такая классная штучка там еще есть одного вида шкатулка я думал что я ищусь указывать такая для мелочей с выдвигалась такими выдвигающимся ящиками ну не знаю поживем увидим посмотрим в общем я довольна вот этим я теперь вот так все будет красиво все тоже лаком покроем дерево я люблю вот ну давайте покажу вам что здесь еще у меня есть вот такая наводка для подушки знаете что я участвую это от фирмы орхидея на этот раз размер у нее 44 на 44 сантиметра вы знаете что я участвую в сп новогодние от мира вышивки и я вышиваю шпицы там здесь кстати рядышком учитесь я могу вам показать такую собачку показу потому что почему именно я такого цвета заказала подушку и здесь хоть 25 на 25 сантиметров но я хочу покупать еще ткань и вот такой будет задник для научки вот так выглядит это же мне нравится что здесь серединке видите здесь и молнии в середине вот ну я наверно буду наверно до до размера по вот этой наволочке задника увеличивать подушку потому что ну что это за подушка 25 сантиметров на 25 я видела как оформляют очень красиво и я тоже я с самого начала не хотела уформлять картину этого этого шпица поэтому я вот уже сама наверное не буду потому что у меня к шипе руки не представлены хорошо что-то к вышивке немного представлены поэтому туда сразу вот положу вот такая замечательная меня а если дизайн и всевозможные подушек каких есть интересным тоже обратная сторона подушки стопроцентный хлопок сделано евросоюзе адрес поставщика польшу когда еще ничего не вниз не брала этой фирмы производителя вот дальше дальше у нас что дальше у меня идут новогодние игрушки очень давно я их хотела это firma dimension всеми многими любимая в общем все таки я на них решилась вот они обязательно потом покажу поближе из пластиковая канва очень мне нравится эта аллея не эти сани здорово считать поближе вам покажу чтобы не отсвечивала решила попробовать посмотреть стоит ли овчинка выделки вообще так что почему не стоит да мне кажется здесь даже можно будет но потом посмотрим может быть даже и по две игрушки свои особенно если пластиковая канва есть запасе а мне она есть ну вот это тоже фирма дименшис но это набор не мне я уже прямом эфире показывала показывающую раз это видео уже о посылке что вот такая набор фирма дименшис трио маков это не для меня это для тати высшего очки она у меня была одним из победителей в конкурсе которые проводила я при поддержке магазина мира вышивки и вот мышь я заказала и еще не только только вот она пришла пусть я практически тогда сразу после приведения конкурса заказала новый год все такие посылок было много вот ну и тогда вот этот великолепный набор это я не знаю это вот главный наверное представитель этой посылки что я даже не сказать изюминка этого заказа не знаю как сказать это мой фаворит вообще наборов у производителя анкор майя коллекшн я настолько давно влюблена в этот сюжет я вам даже открою секрет я даже была скачивала схемы уже купила было нитки на него но схема такая была неудобоваримого и я она на трех листах и общем не состыковочной на общем я так подумала подумал да ёлки палки чужие чужие себя так не люблю я должна себя любить и вот он пожалуйста тем более что цена у него такая достаточно приемлемо если я посмотрите в других магазинах там наборы некоторые по 4 по 5 тысяч анкор майя а вот этот он две с половиной в мире вышивки ну цена вообще замечательно где-то где-то в районе с половиной тысяч 2 500 чем-то поэтому я сказала все берем берем и вышивать буду я по наборам по нормальной схеме здесь тоже белая канва должна быть она на если не ошибаюсь 16 каунта сейчас посмотрим что здесь у нас нет 18 я думаю что 18 дубль крупновато мне даже показалось представляете такое огромнейшее количество ниток но мне все равно сколько раз его вышивали я очень хочу этот набор и есть golden кайт такая разработка да но мне вот именно вот это очень нравится да здесь море быка но я обязательно сделаю обзорчик на него и посмотрим с вами поближе его все составляющие потрогаем все ниточки посмотрим схему очень мне нравится посмотрим эту всю разработку здесь и ирисы здесь а вот это что за цветы подскажите мне пожалуйста кто знает я почему-то думала что сирень а сейчас смотрю вряд ли голуби павлин шикарный еще но оксана не удержится и скорее всего сюда вот блескота павлину хвоста припустит немножко мне есть чем вот и мне кажется сюда бы ему тоже перелива не хватает найти уже шея и грудь у павлинов то переливчатая вот но великолепный конечно мне очень нравится что анкор вот они комплектуют именно вот так ниточки к моточках тут что-то их огромнейшее количество такое вообще посмотрите вот такая замечательная получилась посылка в этот раз может быть еще пока зима не кончилось может приступлю к отшиву какой-нибудь игрушки хочется мне все таки начать уже вышивать новогодние игрушки потихоньку начинать украшать елочку там не знаю может быть действительно стоит это делать не откладывать на там дальний ящик там вот перед новым годом перед новым годом у меня здесь милл хилл две новогодние игрушки вот две новогодние игрушки от дименшинс может быть стоит действительно начать каким-то образом и уже потихонечку в течение года их вышивать вот и концу года уже к что-то что-то уже насобирается если буду вышивать то буду показывать вам в течение года это вышивка чуть не забыла совсем показать вот такой замечательный пакетик это бисер тоха разных размеров микс номер 7 производства япония где-то 25 грамм приблизительно этот микс в общем я не удержалась посмотреть что тут и как хочу найти на ковырять микро бисер ну такой 15 размером цвета шампанского сейчас посмотрим получится или нет на какую какую вышивку сейчас я буду его перебирать разбирать мне очень интересно специально жива вот такую листечек на нем буду все это дело делать разбирать перебирать чтобы вообще-то наверно надо было делать это на махровой тканюшечки какой-нибудь вот ну ничего с махровой тканюшки не захотелось это дело собирать и вот мне очень очень интересно что же здесь не она собираю как он есть приготовил на всякий случай такую коробу речку органайзер вот сейчас я туда наверное разных видов их насобираю и вот такую иголочку бисерную она принципе вот такие длинные иголки я знаю что еще для бисероплетения хороши они на них хорошо нанизывать вот так вот я думаю интересно хорошо на них нанизывать нет пока не очень но наверное во всем нужен опыт ну вот и все бисер разобран достаточно немалое количество в этом небольшом пакетике оказалось его и видов бисера здесь целых десять значит три вида это скорее всего размер или восьмерка или шестерка тоха очень интересные такие оттенки то здесь идет вот такой прозрачный бисер золотой серединкой дальше такой я бы сказал полу матовый он с белой металлизированной серединкой и такой бензинового оттенка золото бензина тоже здесь отливает и розовым и зеленым очень красивый такой бисер дальше из среди 11 размера вот такой интересный бисер он вообще все он здесь почему-то серый серый у вас смотрится но я бы уже показывала наверно сейчас попробую показать еще раз так упал упала бисеринка попробую показать еще раз ну здесь взять она он вот такой вот серо-золотой я бы сказала очень интересный бисер такой вот дальше вот этот бисер треугольный цвет такой светлый светлый очень красивый абсолютно треугольного дать еще раз покажу какие здесь поближе до увидите треугольники такой симпатичный очень интересный дальше идет бисер такой же наверно как вот крупный но только размер уже вот 11 в тоха идет он такой тоже я бы сказала ну полу матовый что ли тоже с белой серединкой но сейчас попробуем сравнить его вот с этим еще раз да нет похоже да согласитесь и вот этот и вот этот бисер очень напоминает мне тот который там по 0557 идет золотой он очень много везде используется но его в этом миксе оказалось достаточно немного он светлее чем сейчас у вас на камере на самом деле по моему вот такой вот он идет чисто металлический такой эффект у него как будто действительно золото и давайте покажем еще вот это бисер три вида бисера 15 то есть абсолютно такой вот я не знаю как он называется матовым ты его не назовешь но такой непрозрачный золотой прокрашенной серединкой но он такой непрозрачненький вот вот дальше темное золото я бы его назвала вот этот такой вот красное золото на ночь и называется вода цвет такой интересный и вот тот вот он цвет шампанского который меня интересовал его здесь мама не горють достаточно много и он такой вот прозрачный с золотой прокрашенной серединкой здесь может быть не видно но он очень такой прозрачный красивые красивые оттенки и заодно решила загнуть какие у меня тут есть запасы наверно я сюда дополню этот микс своими запасами у меня есть еще вот тохо 11 размер номер 22 цвета 5 грамм здесь он такой тоже не видно здесь но он тоже треугольный с золотой прокрашенный прозрачный золотой прокрашенной серединкой наверное его сюда добавлю в этот микс и еще тоже по моему треугольный вот такой но только я наклеечки наклею это 0 2 цвет по моему помельче чем вот этот бисер идет если их сравнивать тоже он такой треугольненький или квадратненький вот квадратный по моему вот идет мне он очень нравится тоже вот так что наверное в этот микс добавлю а так очень довольна я оказалась вот этой вот упаковочкой миксом очень довольна здесь кстати цвет написано 32 06 я не знаю почему так пишут а потому что цвет здесь абсолютно такой разный получился так абсолютно разозлилась на вот эти органайзер это у меня от белого тигра и они вообще очень такие нехорошие они не закрываются никому не рекомендую такие покупать значит я решил открывшись раза два вот этот вот он меня разозлил и я решил все пересыпать вот в такие маленькие органайзеры для бисера у меня есть круглые и что я обнаружил что я абсолютно ошибалась в размерах этого бисера когда определяла потому что тот что думаю который 15 он вообще на самом деле не ничего ни разу не 15 он по моему вот 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 это вот пресиоса десятка видите вот вот он он по моему по размерам он в один в один месячем да вот не знаю как вам видно я достала 15 тоха 15 тоха решила так прикинуть тоже вот здесь и поняла что вот этот бисер там крупнее чем 15 тоха конечно здесь не видно но я вот решила поковыряться у себя еще запасов чтобы дабы сравнить все таки где у меня что-то вот такого бисера который вот наверное посмотрите вот наверное да вот вот этот бисер он 11 и вот наверное похож а вот это тогда это скорее всего бисер вот у меня есть восьмерка вот восьмерка есть совсем прозрачный такой да и вот восьмерка очень подходит вот к этому то здесь в миксе я так понимаю 6 размер был 8 и не 15 а все же 11 вот как то так вот и вот он очень такой вот по размерам вот это 11 совпадает с этим пресиоса но все равно я довольно пусть 15 здесь не было я все равно этим миксом очень очень довольна ну вот на этом у меня все не забывайте про промокод оксана дереза который дает 10 процентов скидку на первую покупку в мире вышивки желаю вам вдохновения творческих успехов шустрые иголочки не узелочка не рваные ниточки пусть вышивка приносит вам только удовольствие пока пока с вами был аксан дереза а 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова